И это вообще проверено, проверено на опыте ученых, что сердце, оно не может вмещать в себя много вещей. И сердце не может в себя, тем более в одной личности, вмещать вещи, которые несовместимы. И хорошее, и плохое, хорошо, все вместе, и это берем, и это, и об этом говорим, и о том говорим, и то слушаем, и это слушаем. То есть Талибар-Ильм, он должен свою душу приучить и поставить в такие рамки, что если ты говоришь, то говоришь всегда о благом и говоришь о знании, удаляешься от всякого пустословия, от всяких бесполезных вещей, чтобы не тратить свое время на ненужное. И если думаешь, то тоже не думаешь о пустом и ненужном, пустомыслия тоже не должно быть. Если думаешь, то думаешь о знании. Если говоришь, то говоришь о знании. То есть свою жизнь нужно посвятить знанию, стремлению к знанию. Тогда человек, действительно, у него есть шансы, что он станет Талибар-Ильм. И как сильно отличаются люди в своей речи, если посмотреть. Человек, который слушает и читает все подряд, и говорит с кем подряд, и о чем хочет, о чем попало. И человек, другой человек, тот, общение которого с имамами, общение которого с книгами имамов, рулема, который сидит в обществе, где речь идет о знании шариатском, они даже в том, как они говорят, отличаются друг от друга. Человек, который живет вместе со сподвижниками, живет вместе со сподвижниками, то есть с их знанием, которое унаследовано от них. Живет вместе с Табиинами, живет вместе с Маликом, Шафи, Ахманом, Суфьяном, вместе с Бухари, с имамами, как ибун Хузейма, человеку Саламну Теймия. И речь его такая же становится, и речь его такая же становится, потому что он черпает из моря их знаний. А если человек слушает все подряд, и от того, и от этого, и из телевизора, и оттуда, и читает, что попало, и говорит все, что читает, или все, что слышит, то обязательно это потом влияет на сердце человека. На сердце человека вообще любого человека, и, конечно, то ли обрелим не исключение здесь. Поэтому человек, ему следует следить за своей душой, и чтобы в его сердце не поступало все подряд. Не пускать в свое сердце все подряд, но строго ограничить свой путь, свое направление. Вот это мое направление, все. Я избрал направление наследников пророка. Пророки не оставляют наследство ни динаров, ни дирхамов. Они оставляют наследство знания. И кто берет знания, тот берет великое счастье. Поэтому, если думает человек о чем-то, то должен думать о знании, о том, что полезно. Если говорит, то должен говорить о том, что полезно для религии его, для религии людей. Говорить о благом, об одобряемом, о садака. Или учить знанию, или получать знания. И даже в диалоге, если ты говоришь, то тоже в нем, даже в его диалоге, сквозит, проявляется его стремление к знанию. И если человек вот так возьмет и обуздает свою душу, то потом возвысится. Аллах, Субхан Аталия, возвысит его. Субхан Аталия, возвысит его.